подождите минуточку так совет федерации одобрил закон о запрете рекламы у иностранных агентов теперь закон должен подписать президент аж сам президент будет своей рукой подписывать закон о запрете рекламы у хэсусов соболевых и так далее видите да какого внимания мы стоим ну я пока еще нет но это пока ну мало ли ну может быть еще признают кто его знает может быть признают будет очередной повод пойти стримить кайзик так а чё по новостям больше ничего нет что ли есть что-то интересное нет а швеция официально станет членом нато 11 марта шведский флаг будет поднят в штаб-квартире нато в брюсселе понедельник до нем но все ну все ну все дождались так что мне тут еще поскидывали кац призывает голосовать за даванкова даванков со все со всей фракции голосовал за признание независимости лднр запрет смены пола по желанию человека выносил пакет поправок в укрф перед мобилизацией в двадцать втором году голосовал за закон о фейках и дискредитации даванков рыщет по оккупированным регионам и собирает орком на аптечке антивоенность зашкаливает сегодня рождение у нашего президента владимира путина этого решения зависть судьбу миллионов пишет даванков себя нет т.г. я сам путина тогда эти ну серьезно не давал давал давалков нужен я вообще не понимаю ну типа я я не хочу за него голосовать ну то есть вот исходя из того что я вижу какую информацию получающего там соответственно говорит у себя в кружочках по оккупированным территориям бегает мобиком помогает соответственно до признавал независимость лднр подписывал всякие законы дискредитации и прочее прочее видео не об этом да я примерно понимаю чем там видос я его еще не смотрел указа право даванкова но наверное он там как бы призывает с той целью чтобы раскачать лодку там соответственно панику навести в кремле серьезно вот с этим человеком панику наводить более-менее хоть какая-то паника была вот с надеждином у которого ну как бы так или иначе в сравнении с даванковым реально была антивоенная позиция здесь же это просто лицемерия чел пытается себя очко набить и все не более просто набрать поинтов и все набрать например на выборах не два процента ну ладно три с половиной за счет того что он сейчас заявляет как так получается одно с другим на ну как-то вообще не сходится если он антивоенный почему тогда он все вот это признавал и подписывал соглашался все вот этой мобилизации в том числе в двадцать втором году если он против этого почему тогда мобиком помогает ну как то вообще так получается я сижу мне нет слуха вообще так ладно идем дальше у нас еще самый дорогой футболист мира француз мы баппи передал привет мол строя это ребят это походу никогда не закончится эмис шоу клинене и диспансер хелло т.ю. hope everything is ok ну ждем когда я не знаю трамп передаст привет монстры байден и прочее но за эту мэл строю за эту мэл строю придется раскошелиться еще на 30 миллионов рублей кому непонятно пока кто это сделал непонятно ну я я я я я попросил его короче говоря вот ну да и что короче погнали ники хейли объявила о выходе из президентской гонки в сша трамп становится единственным кандидатом от республиканцев вот такие первые вот и все но это было очевидно я это говорил еще давно да я умный что дальше что еще девочки на месте да особенно из россии ну да канада загнивающий запад так то какая там жизнь ну да согласен спасибо за два бакса россиянок призвали рожать первого ребенка до 24 лет такое заявление сделала вице-премьер голикова или голикова по ее словам сейчас средний возраст рождения первенца 100 лет 26 а нужно на два года ранее нам очень важно чтобы нас было больше а че-то я не знаю у них эта тряска началась по этому поводу о которой каждый из вас должен моргенштерн натянул парик накрасился и думал что мы тебя не узнаем то что закрасил своей татухи на лице валю морген а ну давай самостоятельно задуматься государство и органы власти здесь в помощь а чё за тряска то началась последнее время касаемо детей что путин там сидел трясся миллиарды рублей обещал мамочкам за рождение детей уже какой-то казино не это не казино это какой-то рынок знать как на рынке за одного ребенка 400 тысяч за два ребенка 600 а третий в подарок ну ладно 900 чисто аукцион детей кто больше тому больше денег дадим раздача детей но вы должны внутренне за три ребенка по соли одного как я хочу прожить эту жизнь свободно без забот без без говна без этих криков по ночам без этих нервов вечных вот как я хочу прожить жизнь ну и я снова возвращаю вас к тому о чем я сказала когда в конкретной точке вы принимаете решение о том что вы хотите пожить для себя да или отложить время рождения но умните что репродуктивный возраст настоящий репродуктивный возраст женщины он короток да ну это сколько самое до 16 лет наверное такой правильный возраст это тот с которого я начала до 24 лет сейчас средний возраст рождения детей в россии 26 лет но мы еще находимся в абсолютных лидерах если нас сравнивать с другими странами где средний возраст рождений уже уже ушел в 31 год ой а мне как раз 30 этом говорю потому что почему-то об этом чем выше уровень жизни в стране тем соответственно выше этот возраст и наоборот тоже бывает когда в стране все люди не хотят рожать детей в таких условиях то даже не уровень жизни решает сколько образования до чем образованный человек тем меньше ему хочется рожать вот этой всех заниматься он хочет например для себя пожить или он просто не торопится он понимает что это ответственность большая надо нам на ноги стать надо там я не знаю заработать денег купить квартиру желательно 2 а еще лучше 3 а еще лучше 4 потом уже думать это человек тупой ну что у него на уме трахаться да там соответственно по тупости и залет какой-то до произошел а там ребенок ну что делать рожать надо короче чем раньше рождается первый ребенок тем быстрее родиться 2 ладно быстрее родиться 3 4 5 10 а еще чё надо и это очень важно 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 во время к вида сколько померло людей сейчас во время войны сколько помирает людей рожать надо на том государство не хватает ладно вам не должно быть страшно встретить старость вокруг вас должны быть близкие и любимые люди а нет ничего важнее вот это вот знать телега началась старость кто воду вам принесет стакан воды да мне по буду сам стараться за водой ходить чем дети которые будут вашими близкими и которые будут вас любить все понятно меня вон целый чат любит вы же любите меня правильно да у меня вон сколько близких вот в данный момент времени 8000 сидит близких мне людей которые кстати чё-то меня не любят судя по всему но зато смотрят и уже хорошо ряо так шо там там что-то пугачёва нормальные люди не собираются возвращаться в россию за и лол пугачёва серьез так прямодон ответил стасу михайлову который ранее сказал что уехавшие артисты на коленях приползут и будут стоять у россии и целовать ноги Это я, бесголосая певица. Старенькая Алла Бугачева. Да я встал перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу скажу, что думаю. А что я могу сейчас? Мудак ты, Стасик. Эй, бля. Слушай, я на базу, конечно, задвигаю. Не ожидал от Пугачевой, что она будет прям так жестко. Молодец. Какой сударь, блядь, вы что? А, Михалков. Ох, господи. Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии. И утверждение о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия самая лучшая. И мы будем строить ее дальше. А, да? Тем временем, Соболев, приостанавливаю деятельность. Мы будем всегда оставаться открытыми. Очень открытые. Демократичные. Которые готовы к равноправным, человеческим. Что-то делает, блядь. И мы выгодным отношениям. Что такое? Это не значит, что мы собираемся быть закрытыми. Или что мы есть закрытая страна. То, что вы здесь сейчас, говорит как раз, что то, что мы хотим, возможно. Чего, блядь? Или что мы есть закрытая страна. То, что вы здесь сейчас, говорит как раз, что то, что мы хотим, возможно. Какое-то, я не знаю, пустословие какое-то. То, что вы здесь сейчас, говорит о том, что... Чего? Чего, блядь? Окей. Мы вчера смотрели эту Дину Саеву, которая говорила, что вообще политикой нельзя интересоваться, если ты не политолог. Помните? Помните? А оказывается, вот смотрите, что было. Пока мы покажем нам... Хесус, 8 марта в Нью-Йорке пройдет протест против пыток животных в Китае. Пожалуйста, обрати внимание. Спасибо, обратил внимание, спасибо за 3 доллара. Видео, которое нам прислала еще одна девушка, которая поддерживает Алексея Навального. Алексей Навальный... Как вы думаете, что это за девушка? ...давил ей лайки. Это самая популярная в России тиктокерша, тиктокерка. Ой, кто же это? Дина Саева. А я и не знал, что она, помимо тиктокерки, еще и политологиня. 17 миллионов фолловеров. Да. Давайте посмотрим. Здравствуйте, телеканал Дождь. Меня зовут Дина Саева. Я получила ваши вопросы и готова сейчас на них ответить. Начнем с того, что с Лешей я знакома давно. Мы с ним дружим. А когда у меня... Ну, Саева, господи, вчера же мы, блядь, смотрели, она все говорила, что вообще это плохо говорить про политику. Вот, вообще нельзя говорить о политике, если ты не политолог. И вообще все, кто уехал из России и критикует российскую власть, это вообще люди плохие. И вообще, типа, завалите ебало. А тут всплывает то, что раньше-то она, оказывается, все-таки, все-таки о политике-то говорила, будучи не политологом. Что изменилось-то? Непонятно. Непонятно. Когда вышло первое откровенное интервью, он меня поддержал. Сейчас ему нужна помощь. Я его поддерживаю и поддерживаю всех политзаключенных. Я была удивлена тому, что многие люди, которые просто вышли на работу, их тоже задерживали без всякого объяснения. Не боялись ли вы задержания? Нет, не боялась, потому что знала, что правда за мной. Что вы думаете по поводу его отравления и задержания по прилету в Москву и изменения аэропорта? Во-первых, я не политолог. Я не могу давать политическую оценку в данной ситуации, но могу сказать, что сама история выглядит очень странно, начиная с посадки его самолета, заканчивая задержанием Леши в аэропорту. Зачем ты вообще все это говоришь? Ты не политолог? А ну тихо, заткнись. Когда я узнала, что 2 числа будет суд над Лешей, посчитала необходимым приехать и поддержать его. Дина Сави сегодня тоже была у Мосгорсуда и была очень впечатлена, как задерживают людей. У российских судов ее, к счастью, не задержали, и она, к счастью, совершенная. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ так дальше еще у нас лицемерие короче это называется вот это вот суши мы тут скинули ребенок 2 годовал ребенок умнее чем миллионы взрослых идиотов которые пойдут все-таки голосовать за путина до дожили до дожили дожили ребята это шо мне тут показываете мы вроде видели